ПЕСНЯ Вот и очаровательные бабули из отрядов Путина, вдоволь навоевавшись с Клабхаусом и Свиттером. Мы требуем закрыть сегодня новую, образовавшуюся в социальной сети Клабхаус. Требуем, чтобы срочно закрыли Свиттер. Вовсю принялись осваивать ТикТок из братского Китая. Причем вовсе не от нечего делать, а ради продвижения нужной политинформации. Сейчас вон ответ Байдену на понятном для молодежи языке будет. Ну что, Байден? Но если весенний креатив боевых бабулек вызывает исключительно добрую улыбку, то, глядя на творчество федеральных каналов, очень хочется вызвать скорую помощь. Нет, мы давно говорили, что шоу Соловьева – это прямой конкурент программе «В мире животных». Они же гаденыша у Дроздова «Последний хлеб» забирают. Волк – это начиск, это атака, это порвать, это обязательно победа. Помимо не-тамбовского волка находится место в эфире и для опарнокопытных, он сейчас, скобеев, свои душевные боли на всю страну разнесет. Украинцев начали лечить от ковида противопаразитным средством для крупного рогатого скота. Это не шутка, это не розыгрыш. Представляете, какой ужас? Таблетками для рогатого скота украинцы коронавирус лечат. Так, давайте уже, выпускайте Олюшку, срочно нужно поддержать мужика. Ужас. В России данный препарат входит исключительно в ветеринарную фармакологию, не входит, разумеется, в человеческую. Беда заключается еще и в том, что другого лечения от ковид на Украине, по сути, нет. Даже если бы это было правдой, сразу возникает вопрос – вам-то какое дело? Переживаете, что украинцы все таблетки съедят и рогатым женам в России ничего не достанется? У меня муж сидит в Москве, мне кажется, что он не изменяет. В таком случае Скобеева может расслабиться и не переживать. Ведь фейк о таблетках для животных они взяли вот отсюда. Где врач говорит о недопустимости самолечения. Что делают у нас люди, наслушавшись, они покупают ветеринарный препарат и начинают себе его не просто пить, а еще и водить внутримышечно. А теперь еще раз вспомним, что Скобеев говорит. Украинцев начали лечить от ковида противопаразитным средством для крупного рогатого скота. Ну да, совсем не соврал, вот ни разу. По такому принципу можно смело заявить, что в России коронавирус лечат стаканчиком мочи натощак. Вот вам, друзья, новости ровно того же уровня, что и у Скобеевых с таблетками. Около 80% россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства или лечатся народными средствами. Впрочем, бог не тимошка, видеть немножко. Это так за поребриком, кстати, говорят. Вот и пропагандистам за вечное разжигание и ненависть вдруг стала прилетать прямо в эфире. Говорим о том, с чем невозможно мириться. Байдену, похоже, хватило сил только на хамское обвинение, а первый же ветерок буквально выбивает почву у него из-под ног. А-ха-ха! Споткнулся пенсионер дряхлый! Глумились и хохотали в студии Первого канала над падением Байдена. Но вот проходит всего неделя, и главное, крикунья неожиданно делает кульбит в прямом эфире на глазах у изумленной публики. И можно им, конечно, рассказать об эффекте бумеранга, но это точно не поможет. Просто ребятушки на катке ненависти с такой скоростью с горочки летят, что здравым смыслом его уже не остановишь. Это мы подарили Константинополь, Париж еще до этого. Это мы подарили Польшу, Финляндию в 2008-м, Тбилиси подарили. Слыхали, какая невероятная аналитика? Все страны мира, оказывается, России обязаны прежде всего тем, что она их не захватила. Подарили что значит? Могли взять, не взяли. Могли же. Не захотели. Не захотели. Пожалуйста, разбирайте. Звучит это примерно так же, как если бы насильник, орудующий в парке, требовал благодарности за то, что пропустил некоторых потенциальных жертв. При этом все подобные очешуительные истории удивительным образом соседствуют с вот такими новостями. Это конфликт на Горном Карабахе. Единственный способ решить конфликт в войне этот раз не всегда – присоединение к России. Ага. То есть сначала из каждого утюга визжали, что Россия в войне Армении и Азербайджана исключительно миротворец. Мы всегда позиционировали себя как миротворца в этом регионе. Закатывали глазки, как им тяжело от войны двух братских народов. Для нас обе стороны больше, чем братья. Это же наши люди-то, и те, и другие. Мол, вынуждены были ввести миротворцев исключительно, чтобы не гибли люди. По срочно подписанному трехстороннему соглашению Азербайджан, Армения и Россия договариваются о введении российских миротворцев ради прекращения бойни. Жизни десятков тысяч армян спасены. Но проходит время, и чисто кремлевский проект «Справедливая Россия за правду» с кучей ручных обезьянок, типа Чечерина и Добрилепина, уже во всю горлань от Карабах-наш. Единственный способ решить конфликт во время этого нравственного света – присоединение к России. И для Азербайджана, и для Турции это не просто звоночек, а удар кувалдой в колокол. Вот поверьте, эти товарищи ничего не делают просто так. А помнятся не успеете, как они русскоязычных там начнут защищать. Тем более, войска уже имеются. Переброску российских миротворцев в Нагорный Карабах Министерство обороны начало 10 ноября. Сразу, как только было объявлено о полном прекращении огня, сейчас для них построено уже 25 модульных городков разной вместимости. Поэтому при первой возможности козла от капусты надо отгонять. А то получится, как с Украиной, что уже и в ООН голосуют, мол, российский посредник – никакой не посредник, а совсем наоборот. 47 стран ООН считают Россию агрессором на Донбассе. Причем среди проголосовавших сплошь цивилизованные и самые развитые страны мира. А не Северная Корея, Венесуэла, да Беларусь, вечно голосующая за российские резолюции. Это, к слову, об уровне. Впрочем, в Москве, конечно, с голосованием не согласились. Мол, все это, как и президентский флешмоб «Путин-убийца» подстроено Америкой. Присяга не больше, присяга Байдену. И, конечно же, Россия не сторона конфликта, оталдычит в Москве. И буквально тут же начинают обсуждать то перезапуск проекта «Новороссия». Да мы разгромим всю эту армию полностью. И начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. То уничтожение украинской армии ракетным ударом. Наши военные, используя все возможные способы, мгновенно, то есть мгновенно за несколько дней, не вторгаясь на территорию Украины, не дай бог, разгромят все украинские вооруженные силы и украинскую инфраструктуру. Ну да, сразу видно, ребятки просто посредники. И они, кажется, настолько слетели с катушек, что уже и не замечают подобных несоответствий. Мол, мы в белом кокошнике, но и Карабах нужен, и украинцев очень хочется убивать. Логично. Не правда ли? А все, кому такой подход не нравится, они просто завидуют России. Да чё там, завидуют даже ментальности русских людей, которые, внимание, настолько великодушны, что даже супружеские измены, в отличие от американцев, прощают. В целом у нас отношение гораздо к этому мягче. Там это невозможно. Вот это осуждается обществом. Тебе перестанут подавать руки твои друзья и знакомые, если вот узнают, что ты муж изменил жене. Наконец-то пошли серьезные аргументы. Переиграли Америку, так переиграли. Сейчас вот еще резидент кривого зеркала пошутит. Так и ходит Билл Клинтон нерукопожатный, что ли? И можно будет в хорошем настроении спать ложиться. Да и чё грустить, когда все хорошо в стране? Укрой таблетки для коров пьют. Американцы изменять не умеют. Карабах скоро нашим будет. Эх, Никитична, включай музон, душа спеть просит. Всё прошло, а может быть и не было. И ничего, прощай, прощай. И никогда меня прошу не вспоминай. И льется песня по улицам славного Краснодара. А в Кремле под такое можно было бы и станцевать. И не потому, что как-то хорошо или душевно поют. Просто кое-кому очень повезло с народом.